24 на 7. Владикавказ. Здравствуйте. Состояние аварийности на территории города Владикавказа и меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, а также изменение организации дорожного движения на уличной дорожной сети правобережной части столицы республики, рассматривали на очередном заседании городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Владикавказе. Председательствовал в работе комиссии первый заместитель главы администрации местного самоуправления Тамерлан Фарниев. Участники заседания выслушали доклады по обоим вопросам повестки дня, дали свои замечания и рекомендации. В частности, было рекомендовано продолжить работу по обустройству уличной дорожной сети города Владикавказа знаками и указателями, усилить работу по устранению ям на проезжей части улиц и дорог, в местах, где это необходимо, установить перила вдоль дорог. Согласно действующим нормативным требованиям, такие ограждения необходимы в первую очередь на магистральных улицах и в местах расположения учебных учреждений. Уровень благополучия у жителей Владикавказа поднимается, соответственно, с каждым годом становится все больше машин, особенно показателен этот фактор в старой части города, не приспособленные к такому потоку автотранспорта. Члены комиссии поручили соответствующим структурам проработать вопрос изменения организации дорожного движения на уличной дорожной сети правобережной части города Владикавказа и представить предложение по указанному вопросу к очередному заседанию комиссии. Руководитель Владикавказа Борис Албегов лично поблагодарил людей, принимавших непосредственно участие в обновлении фонтана на улице Кирова и сквера вокруг. За своевременное, качественное и профессиональное выполнение работ по строительству и благоустройству фонтана благодарности были выражены руководителю ООО «Авторитет» и Меду Сиукаеву, а также сотрудникам этой подрядной организации Давиду Пухаеву, Альберту Ногаеву и Тиграну Бахян. Отдельную благодарность Борис Албегов выразил индивидуальному предпринимателю Герману Караеву, который за свой счет изготовил и установил лавочки в сквере. Они, как патриоты города, решили искренне принять участие в этом деле своими средствами, своей работой. Я вот хочу вас поблагодарить за такое отношение к нашей столице. Мне приятно, что у нас есть такая молодежь, которая настроена патриотично и с любовью большой к своему городу. Это же мы не просто так сделали. Раньше мы такое не делали, сейчас просто есть изменения, и хочется в этом принимать. Это знаешь, почему так происходит? Я такой же, как вы. Мы одинаково относимся к душе. Напомним, работы по реконструкции фонтана были проведены в сжатые сроки. Было полностью демонтировано основание фонтана, подвергшееся коррозии. Установлена новая композиция с использованием цветной подсветки. Положено брусчатка и асфальтное покрытие, установлены бордюры, новые скамейки, торшеры, ночная подсветка, которая меняет цвета. Сегодня состоялось открытие очередных двух пристроек к дошкольным образовательным учреждениям города Владикавказа. Новые группы для детей в возрасте до трех лет открылись в детских садах номер 60 и 91. Это позволило создать в них дополнительные 110 мест в ясельных группах. Торжественное мероприятие посетил временно исполняющий обязанности начальника управления образования города Владикавказа Зинаида Ларионова, депутат городской думы от этого округа Руслан Лакуев, родители и их дети. В новых корпусах, отвечающих современным требованиям, созданы все необходимые условия для малышей. Красивая безопасная мебель, игрушки, сантехника. Каждое здание рассчитано на 55 мест. Построены по современным технологиям, работы выполнены качественно. Главными действующими лицами праздника, конечно же, стали родители с детьми, которые будут посещать эти детские сады. Добавим, что строительство пристроек велось в рамках программы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Я хочу, прежде всего, выразить признательность правительству нашей республики в том, что смогли они организовать и добиться, привлечь федеральные средства для строительства данных вот таких детских садов. 24 на 7. Владикавказ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин